В конце 2007-го пользователи на официальном форуме по World of Warcraft заметили, что Blizzard разместили несколько новых вакансий для неанонсированного ММО-проекта нового поколения. После этого Blizzard подтвердили, что в настоящий момент работают над новой вселенной. Это было первое упоминание об ожидаемом проекте Blizzard, позже известным как Project Titan. В последующие годы Blizzard тизерили игру в различных интервью и пресс-релизах. Утверждая, что эта игра одна из самых амбициозных проектов, над которыми они работали. К несчастью, проект стал для них чересчур амбициозным. В середине 2013-го года Blizzard сказали, что этот проект был полностью пересмотрен. И год спустя они объявили о его отмене. Соучредитель и CEO Blizzard, Майкл Морхайм, заявил, что эта игра уже не та игра, которую они хотели сделать. И это не шутка. Создание игры, на которую ушло больше 7 лет, было, мягко говоря, неудачей. Это была бы первая IP-компания, если бы не считать релиз StarCraft в 98-м году. Так или иначе, когда Project Titan был уже мёртв, компания готовила новую игру. Небольшому остатку от команд разработчиков была поставлена задача – воссоздать новую игру с пепла Титана. И после многочисленных размышлений, они решили сделать свой шутер от первого лица на командной основе. Они черпали вдохновение из многих популярных шутеров от первого лица, таких как Quake, Team Fortress Classic, Team Fortress 2, а также Call of Duty. В частности, они позаимствовали такие элементы геймплея, как бег по стенам, усиленные прыжки и цепляющий крюк. Первоначально разработчики сделали карту Храма Нубиса и персонажа по имени Трейсер, которая, как выяснилось, была основана на аналогичном персонаже из Project Titan. Позже сделали ещё троих персонажей – Роковую Вдову, Жнеца и Фару. Благодаря этим наработкам разработчики взялись за основу игровой механики. 7 ноября 2014 года Overwatch была официально анонсирована. «Был призван покончить с войной и вернуть людям свободу. Overwatch. Солдаты, учёные, а вы...» Даже и в Близзард никто не знает точно, сколько контента было взято из Project Titan для Overwatch, но уже можно было с уверенностью сказать, что это совсем другая игра. В то время как последний персонаж Сомбры была официально показана 4 ноября, многие игроки знали о её существовании в течение достаточно долгого времени. Её образ послужил для интернет-детективов предметом тщательных расследований. Игроки прозвали это явление Sombra ARG, и оно представляло из себя множество пасхалок и подсказок, которые втягивали игроков в путешествия за пределами самой видеоигры. Подсказки для геймеров были оставлены разработчиками с момента запуска игры. К примеру, на карте Дорадо вы можете найти терминал с сообщением «Несанкционированный доступ. Протокол Сомбра». Можно найти газету с заголовком «Кто такая Сомбра?» и папку на столе с её именем. Также есть реплика Жнеца. «Где эта Сомбра? Когда она так нужна?» Первые зацепки ARG появились в публикации видео о персонаже Анна 12 июля. В определенных кадрах бдительные зрители заметили 16-ричные строки, которые быстро промелькнули на экране. «Где эта Сомбра? Когда она так нужна?» «Где эта Сомбра? Когда она так нужна?» После объединения, расшифровки и переводы с испанского были обнаружены эти повторяющиеся строчки. «Она та, кто владеет информацией. Владеет силой. Сомбра». Более скрытые коды и символы были вскоре обнародованы и в других видео. И как только они были расшифрованы, получились ссылки на эти поврежденные скриншоты. Эти скриншоты, наряду со зловещим постом на форуме Overwatch, содержали скрытую информацию, которую затем можно было использовать для формирования двух аски изображений черепов. Скрытую информацию в этих черепах затем использовали для создания ссылки на видео. В самом видео игроки нашли другую зацепку. Ссылку на веб-сайт. Сайт в конечном счёте был обновлён. И на нём хранилось загадочное сообщение, в котором упоминался бастион. Игроки вскоре обнаружили, что если стоять возле вышеупомянутого терминала, играя за бастиона, то он начинает издавать серию звуковых сигналов. Как ни странно, это был код Морзе, который содержал ссылку на другой сайт. На том сайте был номер телефона, и при звонке на него можно было услышать женщину, которая произносит числа на испанском языке. Эти числа позволили игрокам получить доступ к различным разделам сайта. И расследование в итоге закончилось сообщением о взломе русской компании Вольска Индастрис. Таким образом, это отсылает нас на видео, в котором впоследствии и была представлена Сомбра. Но есть ещё загадки. Например, одна загадка, которую только предстоит решить. Это зашифрованный язык, который часто можно увидеть на карте Номбани. Предполагается, что это язык омников, но никто не знает, переводим ли он вообще. Его можно найти на различных плакатах, дорожных знаках, зданиях и во многих других местах. Язык также появляется в видео про Бастиона. Впрочем, как и в эмоции Дзиньяты. Таким образом, всплывает вопрос. Разработчики Overwatch действительно создали совершенно новый язык? Или же это просто косметика? Большинство видеоигр наполнено аллюзиями на другие игры, шоу и фильмы. И Overwatch не является исключением. На карте Непал можно обнаружить табличку с надписью на непальском языке «Кухня Рейвенвуда». Это отсылка на таверну Рейвен, которая фигурирует во франшизе об Индиане Джонсе. Она принадлежит персонажу Мэриан Рейвенвуд и также находится в Непале. Во время игры на карте Голливуд вы можете услышать голос, доносящийся изнутри лимузина. Персонаж внутри лимузина – это омник-режиссер по имени Халфред Гличбот. И, кстати, это анаграмма. Хал из фильма «2001. Космическая Одиссея» и известный кинорежиссер Альфред Хичкок. На карте Айхенвальд вы можете найти костер, из которого торчит средневековый меч. Это очевидная отсылка на костер из серии игр «Дарк Соулс». В закусочной на карте «Шоссе-66» вы можете найти плакат, на котором написана фраза «Никогда не рано для оладий», который отсылает нас на фильмы «День сурка». Чек из той же закусочной, по всей видимости, подписан персонажем из «Диабло», известным как Декарт Кайн. Он также был подписан в день релиза «Диабло 3». И, как ни странно, вы можете просканировать штрих-код в нижней части. Отсканировав его, появится сообщение «Кайн жив». Название газировки «Доктор Бум» является отсылка на карту из игры «Хардстоун» и просто персонажа из «World of Warcraft». На картах Айхенвальд, Голливуд и Храм Анубиса вы можете найти настенные черепа трофеи. Это создание из «Старкрафта» и «Диабло». Знак на карте «Шоссе-66» является отсылка на мультсериал «Царь горы». Кстати, многие цитаты из игры — это отсылки на многие медийные явления. Для примера, у жнеца есть реплика. «Я не психопат. Я высокоактивный психопат». Это перефраз на реплику из сериала «Шерлок». «Я не психопат, а высокоактивный социопат. Выучи термин». Когда Сомбра говорит «Я знаю кунг-фу», она цитирует Нео из «Матрицы». «Я знаю кунг-фу». Реплика Мэй «Ху-ру-и-е-чун-фон-лай, чен-шу-ван-шу-ли-ху-кай». Проигрывается только на заснеженных картах. Она цитирует древнее китайское стихотворение о зиме и снеге. Когда Фара говорит «Fly like an Egyptian», она ссылается на песню «Walk like Egyptian». Реплика Уинстона «Once more unto the breach». Это цитата из пьесы Уильяма Шекспира, когда Тор Бьёрн говорит «Когда? Когда будет готово?». Он имеет в виду давнюю политику Близзард, не объявляя дату выхода игры на ранней стадии разработки. Подобным же образом реплика «Play nice, play Fara». Это перефраз на одну из восьми ценностей компании «Play nice, play fair». Две цитаты из «Солдата-76» — это отсылки на фильм «Апокалипсис сегодня». И, наконец, две реплики с «Омброй» были взяты из культового хакерского фильма. Согласно лору игры, после того, как Гэнзи был тяжело ранен в противоборстве со своим братом Ханза, он был спасен агентами Овервотч, которые затем дополнили его тело кибернетикой. Однако у Гэнзи были проблемы с принятием новых модификаций, и после некоторых поисков себя он обосновался в Непале. Здесь он встретил монаха-омника Дзиньяту, который помог ему прийти к балансу и смириться с его новым обликом. И в конце концов он решил переехать в монастырь Дзиньяты. Интересно то, что квартиру Гэнзи можно найти в игре? На карте «Непал» вы можете найти эту комнату, в которой жил Гэнзи. Там есть картины с ним и его братом, символ семьи Шимада, матрас, на котором спал Гэнзи, несколько мечей и фото Ханза вместе с Гэнзи, прежде чем они стали теми, кеми они являются сейчас. Каждый раз, когда вы находите лейбл, плакат или другой текст в игре, есть высокая вероятность того, что вы только что обнаружили одно из немногих камео различных сотрудников компании Blizzard. На карте «Илиос» вы можете найти телевизоры фирмы «Сэмвайз». «Сэмвайз» — это ник арт-директора World of Warcraft. На карте «Постнаблюдение Гибралтар» вы можете найти кучу шкафчиков и ящиков с именами нескольких художников и разработчиков игры. Различные плакаты на карте «Шоссе-66» — это также подобные камео. И почему-то я уверен, что существует еще множество подобных камео. На карте «Башня Лицзянь» вы можете найти три скафандра. Синий, зеленый и красный. Красный в центре немного уникален. И уникален он тем, что на нем имя Хан Ю. А история, связанная с именем, довольно грустная. Blizzard добавили это имя на костюм, когда услышали про одного фаната Overwatch, Хан Ю Ву. Всего за день до официального релиза игры он пострадал от того, что гнался на байке за вором. Позже от полученных травм он скончался в больнице. Он был ярым фанатом Overwatch. И одна из его последних записей в соцсети была о том, что он очень сильно волнуется, что Overwatch выйдет уже через день. Таким образом, имя было добавлено в честь его храбрости. И фраза над скафандром гласит «Герои никогда не умирают». Если вы не будете торопиться в игре, и будете изучать ее детали, вы скоро обнаружите, что Blizzard проделала колоссальную работу. Например, когда вы играете за Лусио, вы можете заметить, что датчик на его оружие движется в соответствии с музыкой. Но если вы отключите звук в игре, график перестанет двигаться вовсе. Система отсчета патронов на оружие Сомбры отображает числа в шестнадцатиричной системе, вместо нормальной десятичной. Наверняка это связано с ее хакерским концептом. По лору игры, Дива является бывшим профессиональным игроком в StarCraft 2. И у нее даже есть свой профиль. На одном из проев фары есть вертикальная линия египетских иероглифов. Вряд ли фараоны восстали из мертвых, чтобы специально играть в Overwatch. И в случае чего обратить на это внимание. Но, как мы знаем, такого не бывает. И все бы ничего. Но и тут разработчики оставили для геймеров пасхалку. Иероглифы расшифровываются как Justice, справедливость. Но стоит отметить и промахи, допущенные педантичными разработчиками. Японские игроки отмечают, что на этом гобелине, который висит на карте Ханамура, надпись кажется немного неуместной. Это древняя пословица, которая переводится как «Голова дракона, хвост змеи». Звучит довольно любопытно. И даже увязывается с лором. Скорее всего, художника вдохновила эта картина, которая находится выше гобелина. Но это не значит, что стоит воспринимать все буквально. Ведь в действительности пословица означает «сильный старт, но слабый финиш». Она часто используется для описания того, что разочаровало. Так, Ханза стоял на коленях перед большим свитком со словом «разочарование». В анимационном короткометражном фильме под названием «Покушение» Роковая вдова, Жнец и Сомбра нацелены на убийство Вольской, главы компании Вольска Индестрис. Тем не менее, позже выяснилось, что у Сомбры были иные намерения. Она хотела не убить, а шантажировать Вольскую. Разговор заканчивается, и Сомбра игриво тыкает ее по носу. На первый взгляд это может показаться глупым, но некоторые особо глазастые зрители отметили, что это гораздо больше зловещая угроза, чем глупость. Оружие Сомбры – это информация. Информация – это власть. В начале разговора вы можете видеть вторую фотографию на столе Вольской. На ней также, видимо, запечатлена и ее дочь. Сцена очень короткая, так что это довольно легко упустить. Но на фотографии Вольская также тыкает дочь по носу. Смысл заключается в том, что Сомбра знает все. Даже то, что глава компании любит делать, когда у нее свободное время. А в данном случае то, как она играется с дочерью. Другими словами, в то время как «моп» может показаться безвредным для нас, зрителей, на самом деле это завуалированная угроза в адрес ее ребенка. Подобно тому, как Blizzard использовали ARG, чтобы намекнуть нам о появлении Сомбры, у некоторых героев был такой же путь. Например, задолго до того, как Дио было добавлено в закрытый бета-тест, этот плакат мог быть найден на карте Ханамура. Перед тем, как она была продемонстрирована и последствия добавлена в игру, вы могли найти открытую папку, где видна ее фотография на карте Храма Нубиса. Вопрос в том, какие подсказки Blizzard оставит или уже оставили для будущих героев. Наиболее вероятным претендентом на роль будущего героя является Думфист. Думфист впервые упоминается в первом короткометражном трейлере-мультфильме, в котором перчатка Думфиста показывается в кадре и играет в трейлере немалую роль. Это же кулак смерти! Эта перчатка также служит грузом на карте Нубани. Также вы можете найти эти баннеры на этой карте. Отвечая на вопросы персонажа, Blizzard заявили, что Думфист рассматривается как играбельный герой, но у них пока нет ничего, чтобы анонсировать его. Другим кандидатом была бы Афина, которая сейчас играет роль искусственного интеллекта и компаньона Уинстона, а также как обучающий туториал. Здравствуй, солдат 76. На связи Афина. Причина, по которой она претендует на роль потенциального героя, является этот постер, на котором можно увидеть Омника с таким же логотипом. Части тела или аналогичные модели Омника также были обнаружены на карте Храма Нубиса. Плюс, ведущий сценарист игры говорил о том, что для команды хочется, чтобы Афина была больше, чем голос. В конце концов, я думаю, команда разработчиков приготовила для нас еще очень много материала. Хей, я надеюсь, тебе понравился этот перевод. И если это действительно так, то надеюсь получить твой царский палец вверх. Также не забывай про подписку на канал. Надеюсь, ты уже подписался или подписалась. Ну а у микрофона был Никитун. До скорых встреч в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин